Медали МЧС за проявленную смелость и спасение людей вручены двум школьникам Свердловской области на областном фестивале «Созвездие мужества». Губернатор Евгений Куйвышев лично поздравил юных героев и других лауреатов фестиваля – спасателей, пожарных, правоохранителей и жителей области, которые приняли участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении свердловчан. В мирной жизни всегда есть место подвигу. У кого-то это просто честная работа. Кому-то приходится в жизни испытывать момент истины, когда необходимо на карту ставить многое, в том числе и, возможно, свою жизнь. И сегодня здесь собрались люди, те, кто этот момент истины прошли как герои. В этом году в номинации «Дети-герои» отмечены школьница Елена Мартынова из поселка Алтынай городского округа Сухой Лог и школьник из Ивделя Иван Макаров. Елена Мартынова вынесла из горящего дома троих малышей в возрасте от двух до четырех лет. За отвагу и самоотверженность, проявленная при спасении детей, школьница награждена медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Вот такие герои нужны МЧС, чтобы нас заменить. И мы приглашаем Лену учиться у нас. Еще один юный герой Иван Макаров награжден медалью МЧС России за спасение погибающих на водах. Как рассказал сам школьник, в прошлом году он вместе с одноклассницей после уроков пошел на речку. «Она просто калитнулась». «Лед сломался? Ну ты испугался? Расскажи, что ты начал делать?» «Я...» «Ну как ты ее вытаскиваешь?» «На портфель». «Ну как ты ее вытаскиваешь?» «Нет, я взял на портфель и вытащил». Школьник уже решил, что в будущем обязательно станет спасателем. Еще одну награду за спасение погибающих на воде получил нижнетагилец Раис Салахуддинов. Мужчина больше 20 минут в одиночку вытаскивал из воды провалившегося под лед рыбака. Также лауреатами фестиваля, отмеченными главой региона, стали ликвидаторы январской аварии на водоводе в Сухом Лагу, вызвавшей острый дефицит воды в городе. Так, нагрудным знаком МЧС России, участнику ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награждены работники коммунальных служб. «Каждый раз у нас все больше номинантов. Сегодня у нас более 70 номинантов. Здесь собрались люди самых разных профессий, самого разного возраста». Евгений Куевшев также напомнил, что буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Герой России уральскому полковнику Серику Султан Габиеву. «Он закрыл с собой сержанта, который уронил гранату с выдержкой. В результате сержант не пострадал, а Сарик Газизович сегодня идет на поправку». В Артемовском городском округе немало людей, способных на подвиг. Зачастую мы сами не понимаем собственного потенциала. Кроме тех, кто ежедневно рискует своей жизнью по долгу службы, обычный человек в опасной ситуации может проявить героизм. Дело не только в единичном подвиге. Мы забываем о ежедневной работе учителей и медиков, постоянном риске пожарных и полицейских. Если присмотреться, каждый из нас в своей обыденной жизни, если не совершает подвига, то старается сделать так, чтобы не случилась критическая ситуация. В небольших городах люди намного человечнее и отзывчивее к друг другу. Мы лучше понимаем нужды и проблемы, которые нас роднят. Поэтому зачастую о своих подвигах артемовцы не распространяются, считая их просто еще одной житейской ситуацией, которую удалось решить. Продолжение следует...